Самому южному театру на карте России, новому театру Сочи, исполнилось три года. За это время сочинский храм Мельпомены претерпел множество трансформаций, менялся репертуар, комплектовался состав трупы. Сегодня в стремительно развивающемся репертуарном плане театра уже шесть спектаклей известных режиссёров, 14 ярких, харизматичных актёров и море благодарных зрителей. На свой день рождения театр порадовал гостей открытием тематической галереи, праздничным тортом, фейерверком и, конечно же, одной из постановок. Артисты сыграли с аншлагом спектакль «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского. Действие комедии разворачивается в небольшом русском городе. Молодая, красивая и богатая вдова Купавина мечтает о счастье и любви. Она не подразумевает, какие страсти кипят вокруг неё. Многим не даёт покоя её богатства и огромной территории, доставшейся ей от мужа. Бывшего члена уездного суда в укола Наумыча Чугунова играет 67-летний Ростислав Дубинский. На сцене вот уже полвека. Спектакль «Волки и овцы» к просмотру рекомендуют абсолютно всем зрителям. К празднику театр также подготовил подарок для всех гостей, фотогалереи и дружной команды коллектива. Здесь зрители могут увидеть не только фото полюбившихся артистов, но и узнать их имена, а также познакомиться с сотрудниками закулисья. Также в фойе всежелающие могут оставить свои пожелания и слова благодарности в зоне театральных часов. Кроме того, каждому из шести своих спектаклей новый театр Сочи создал своего рода мини-экспозицию. К примеру, вот эта посвящена спектаклю «Предпоследний этаж» по мотивам произведений Иосифа Бродского. Для меня Бродский раньше выглядел иначе в поэзии своей, а после этого спектакля раскрылся абсолютно с другой стороны. Я даже не представляла, что это настолько глубокий автор с таким внутренним нервом, надрывом, который откликается в каждом. По соседству экспозиция к спектаклю «Женитьба» по одноименной пьесе Николая Гоголя в постановке Евгения Кулагина. Хорошо знакомые персонажи предстают в новом современном обличии, но истину подтверждают ту же. «Женитьба» – штука очень трудная. Чтобы то, да сё, да это, и чтобы то, да это, да ещё и было исправно, это вообще не так просто. Это текст Гоголя, да. Начиная от подготовки, человек, который рядом, подходит, не подходит, всё это смятение, сомнение, стоит ли оно того или не стоит. И вот с этими вопросами персонаж изначально сталкивается. В репертуаре театра также «Молодильные яблоки», «Любовь к трём апельсинам» и «Принцесса на горошине». «Шаг за шагом мы сделали шесть спектаклей, поставили известных режиссёров. И на сегодняшний день мы имеем определенный результат. Это аншлаг зрителей, которые хотят купить билеты. Несмотря на то, что мы работаем на 50%, мы очень ждём, когда нам позволит Роспотребнадзор и вся ситуация, которая существует, работает на все 100%. За три года у нового театра Сочи появилась и масса фанатов, ряды которых неумолимо пополняются. Я поздравляю театр с днём рождения. Хочу сказать, я первый раз, но с первой сцены актёры полностью очаровали. Вот только они вышли и глаза разбегаются. Хочет смотреть на всех и на каждого. Браво, очень понравилось. Спасибо большое. Мы сидели просто с огромными улыбками, смотрели, наблюдали. Невероятные ощущения. Поздравляю с трёхлетием. Очень интересно, интимно, посеменно. Запустили в честь трёхлетия и фейерверк. Ознакомиться с репертуарами и приобрести билеты, в том числе и по Пушкинской карте, можно на официальном сайте нового театра Сочи. Уже в июне зрителей порадует премьера спектакля «Дон Жуан». Напомню, что разместился театр в малом зале фестивального на улице Орджоникидзе 5.